Всем привет, меня зовут Алекс, давайте посмотрим новое видео от BadKings, перевод, вот, актуальная тема, посмотрим, поаренизируем, ирония, да, это есть такое слово, я его выговорил, красавчик, вот, ну и вообще получим удовольствие, ну, естественно, с моими очерками и комментариями, давай, начнем. Мой фюрер, в поисках нам новой квартиры, я зашел на крышу, и у меня поехала крыша, дешевая квартира в центре стоит 700 тысяч, тенге в месяц, а убитая однушка на окраине города с тараканами стоит 300 тысяч в месяц, и еще обязательным депозитом, сразу же, на 4 месяца, короче, больше ляма, катастрофа. Наверное, через окно этих квартир выходит офигенный вид, на Эфелю, мать его, башню, пирамиду, сука Хеопса, да? А еще это напоминает наших риелторов, когда они что-то говорят и говорят, ребята, ну это обалденная квартира, ну всего лишь, всего лишь, вот эту мелкую сумму. Мне кажется, это не квартиры, а королевские дворцы с люксовыми номерами, где тебе вдобавок еще отсасывают модели Виктории Сикрет. Вот это вообще актуально. Да нет, это жадность арендодателей. Они так повышают цены из-за россиян, которые бегут, от мобилизации. Вот и все. От их мобилизации у нас дебилизация. Война идет там, а пиздец творится тут. Что от жадности, сука? Люди в край ебанулись. Оставить людей на улице без жилья. В мирное время, ёпта. На войне хотя бы бомбят дома, они поступают, как конченные крысы. Кому войну, кому мать родна. Это да. Ё-твою мать. Этому народу враг не нужен. Они сами себя прикончат. Блядь, над нами даже бомжи ржут, сука. Ночевать негде. Так что давайте сейчас скинемся и купим себе юрту. С обогревателем. Да, или фиг вам. Кстати, тоже прикольная тема. Спасибо древним казахам за это. Гениальное изобретение. Что даже Илон Маск охуеет. Ой, красавчик. Спасибо Беду. Сделал отличный ролик. Итак, давайте поговорим в комментах. Как вам ирония такая? Хотя, знаешь, как даже не заугулировано, серьезно. Все насущие проблемы, которые есть. Но видео отличное, перевод отличный. Спасибо. Встречаемся в комментариях. Пока.